Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава Евангелия от Луки для библейского портала экзегет читаю свой перевод. И вот у нас в 20-й было много про деньги. Смотрите, у нас там было знаменито про динарий, которым платили подать, отдать Цезарю Цезареву, а Богу Богову. И в конце 20-й главы у нас было про книжников, которые любят показное благочестие, при этом пожирают имущество вдов, ну, то есть лишают их законного имущества. И эта тема продолжается в 21-й главе, потому что деньги, правда, играют в нашей жизни большую роль, но и в духовной жизни они играют большую роль. В конце концов, деньги – это выражение нашей силы. Вот почему миллионер может больше, чем нищий? Потому что у него денег очень много. Способности человека в конечном итоге не случайные. В притче о минах, которая в Евангелии от Луки тоже не так давно у нас была, это мины, это объем серебра, но это деньги фактически. Это не просто какой-то булыжник серебряный, это монеты, которые оставляют хозяин своим рабам. Мама – это как бы символ тех способностей и возможностей, которые дает Бог людям. И вот, а как помериться? Вот там было у одного десять, у другого пять, у третьего одна. Вот, значит, люди выстраиваются в какую-то такую очень суровую экономическую иерархию. Иисус взглянул и увидел богатых людей, которые оставляли свои пожертвования в том месте, где их собирали. Ну, а особое место, где складывали пожертвования. Среди них он заметил нищую вдову, которая положила туда две полушки. Буквально лепта – это 128-я часть динария. Динария – это основная монета, это дневной заработок паденщика. Вот это буквально еще меньше, чем копейка от этого динария. Он сказал, истинно говорю вам, эта бедная вдова оставила больше всех остальных. Прочие отдавали в дар то, что имели в избытке. Она то, чего ее не доставала. Все имущество, какое у нее было, она оставила здесь. То есть не надо абсолютных никаких сравнений. Понятно, что это про деньги, но это не только про деньги. Это про то, что каждый человек сравнивается с тем, что ему дано, с тем, что он мог сделать. Не будут спрашивать того, кто от природы, скажем, обладает слабым здоровьем, почему он не чемпион мира по тяжелой атлетике. Но вот почему ты не использовал то, что у тебя есть, почему ты этим не распорядился. Вот этот вопрос будет задан. Зашел разговор о храме. Как он украшен прекрасными камнями и богатыми приношениями. Деньги же идут на храмостроительство. Это всегда и везде так было. Иисус на это сказал, придут дни, когда от всего, что вы видите, не останется и камня на камне. Все будет разрушено. Смотрите, храмостроительство – хорошее дело. Но храмы горят, рушатся. А то, что в душе человека, остается. Ему задали вопрос. Учитель, когда все это произойдет? Какой будет знак, что скоро это случится? Надо же подготовиться. Он ответил, смотрите, не впадите в заблуждение. Многие придут под моим именем. Скажут, это я, и настал час. Не идите вслед за ними. То есть не торопитесь. Дело не в том, когда. Дело в том, какими вы будете. Когда вы услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно произойти. Но конец наступит не сразу. Почему бы не ответить? Во-первых, он в других местах говорит, что только отец знает, а я нет. А потом, допустим, нам бы сказали, что конец света, третья мировая ядерная война случится в таком-то году. Отлично. До тех пор живем, ни о чем не думаем. Но где-то за полгодика до того, как это время наступит, надо бы нам начать готовиться. А он говорит, готовьтесь сейчас. Застанете вы это событие, не застанете. Будьте готовы всегда. То, что в конечном итоге, конец света в виде физической смерти, у каждого из нас впереди и в течение ближайших ста лет, а у многих значительно раньше. Еще он добавил. Один народ поднимется против другого, и одно царство против другого. О, да. Будут великие землетрясения в разных местах, голод и мор, будут ужасные события, великие знамения с неба. Интересно, что знамения идут в перечне всего этого ужасного. Но потому что землетрясения, голод и мор воспринимаются тоже как знамения. Это не просто плохие вещи, которые происходят. Это сигналы, которые посылаются откуда-то свыше для того, чтобы человечество исправилось. Тогда это многие понимали. Но еще прежде всего этого, то есть у вас индивидуальное обслуживание, ВИП, дорогие ученики, будут вас хватать и преследовать, поведут вас на суд в синагоге и темнице, отправят к царям и правителям. Все это за имя мое. Так вы сможете принести свидетельство. То есть быть последователем Иисуса, это не значит пользоваться ВИП-залом и премиальным сектором обслуживания, это значит получить конец света раньше, чем все остальное человечество, причем не в самом приятном для себя варианте. Но это не для того, чтобы вы как-то вот помучились, а для того, чтобы вы посвидетельствовали об Иисусе, говорит он. Твердо знаете, что не нужно готовить заранее защиту. Ой, как же я справлюсь, ой, я не речистый человек. Ну ладно, я речистый, но у меня других нет качества. Наверное, у меня ничего не получится. Не волнуйтесь, все получится. Не вашей силой, да, как невозможный человек, возможно, Богу в ответ на кто спасется, говорит Иисус. А здесь в ответ на что же я могу, я слабый человек, он говорит фактически то же самое. Я сам вам дам красноречие и мудрость, и никто из ваших противников не сможет вам ни помешать, ни возразить, помешать, то есть не дать высказаться, возразить, то есть опровергнуть. Придадут вас родители и братья, родные и друзья, кого-то из вас убьют, все будут вас ненавидеть за мое имя. Да, хорошее обещание, такая вот должностная инструкция, да. Но и волос вашей головы не упадет зря, стойкостью спасаете свои души. Немножко парадоксально, у нас же только что было, что Бог спасает человека, да и у Павла потом это будет основная тема. А нет, все-таки от человека тоже многое зависит. И Иисус честно предупреждает, как когда он еще говорил, лисы имеют норы и птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, да. Так и здесь все будет довольно жестко, но не бессмысленно, вот что значит. Как Виктор Франкл, психолог, который оказался в нацистском концлагере, писал, самая страшная пытка в концлагере – это бессмысленность страданий. Можно страдать, если ты там, не знаю, на фронте сражаешься с врагом и побеждаешь. Да, тоже голод, холод, опасности, ранения, ну, ты понимаешь, зачем. А когда ты просто мучаешься бессмысленно в концлагере, тебя избивают и унижают каждый день, это очень страшно. Так вот он говорит, смысл есть, и смысл – это ваше спасение. Вы сражаетесь за самое дорогое, как солдат за свою родину, вы сражаетесь за свое спасение. Когда вы увидите, что Иерусалим окружен войсками, кстати, в войсках, да, то знаете, что скоро будет он опустошен. Действительно, в 70-м году это случилось. Кто окажется тогда в Аудее, пусть бегут в горы, кто в Иерусалиме, пусть его покинут, а кто в округе, пусть не входят в город. Понятно, что город становится средоточием боевых действий и, естественно, гибели. Настанут для него дни возмездия, и так исполнится, что было написано. Горе тем женщинам, кто будет все дни ждать ребенка или кормить грудью, великая беда будет в этой стране. Гнев падет на этот народ. Кто будет пожран мечом, а кто введен в плен к чужеземным народам, и будут язычники попирать Иерусалим, доколе не завершится отведенное язычникам время. Зачем здесь это? Ну да, это все будет, но не только же Иерусалим, а куча других городов, народов, которые пострадали от войн, до сих пор страдают, к сожалению. В каком-то смысле Иерусалим – это образ этого мира. Конечно, это конкретный город, прекрасный город, но как и израильский народ, это не просто отдельный народ, это вот, если хотите, полигон, пример отношений Бога со своим народом. Иерусалим – полигон, пример судьбы городов. И, конечно, это может касаться и любых других городов. А главное, что история с Иерусалимом или история с израильским народом, она осмысленна. То есть это череда событий, у которых есть свои причины и свои последствия, и, собственно, Священное Писание раскрывает нам эти смыслы и эти логические цепочки для того, чтобы мы могли, может быть, самостоятельно увидеть их в тех разрушениях, войнах, бедствиях, болезнях, которые постигают нас. Мы-то думали, конец истории, ничего в 21 веке не будет, ни эпидемии, ни войн, ну, по крайней мере, больших. Ха! А вот есть ли у всего этого смысл? Вот об этом, собственно, эта книга. Солнце, луна и звезды явят знамения. Народы придут в смятении, отчаянии, отрывы морских бурь. Ну, морские бури здесь, наверное, не в буквальном смысле слова. Ну, конечно, кто живет на берегу, да. Но вот бури, которые просто все сносят с места, которые швыряют корабли, как щепки, да. Вот часто исторические события так с нами себя ведут. Не часто, не часто. Но когда ведут, то прям вот ощущаешь это. Будут люди изнемогать от страха и предчувствия бед, что обрушатся на мир, и силы небесные будут содрогаться. Звучит немножко странно. Ну, видимо, вот люди считали, что небесные сферы, они неподвижны. Ну, правда же, Солнце, Луна, они ходят по своим орбитам. Ну, Земля, конечно, ходит по орбите, но неважно, люди это видят так. Они ходят по своим небесным орбитам, и ничего с ними не сделается. А тут вот даже это сотрясется. Мы не знаем, как буквально это понимать, но может быть речь про то, что самые основы меняются. Да, вот то, что казалось незыблемым, вечным, постоянным, и оно рушится или меняется. И вот тогда, когда ничего не останется в этом мире от привычного, люди увидят сына человеческого, грядущего на облаке с силой и великой славой. Торжественное второе пришествие. И когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите голову, значит, ваше избавление уже близко. Эпидемии, войны, кризисы, неурядицы, стихийные бедствия, ваше избавление стало ближе, чем оно было раньше. Он рассказал им такую притчу. «Посмотрите на смоковницу и прочие деревья. Когда они пускают побеги, вы, замечая их, понимаете, что близко лето. Так и когда вы увидите, что все это начало сбываться, знаете, что Царство Божие близко». А лето – это же хорошее время, да? Ждем его. Потом оно проходит. Вот Царство Божие не пройдет. «Аминь, говорю вам, еще на веку этого поколения все это сбудется». Как? Второе предшествие состоялось в конце первого века нашей эры? Нет, конечно. То есть поколения, как бы, понимается, растянуты. А на самом деле ведь не так много меняется в жизни людских поколений. Вот этот род людей можно так-то перевести. Вот он еще живет, мы к нему относимся, и оно произойдет. Это не будет в каком-то 39-м царстве, 30-м государстве с какими-то там биороботами. Да, это с нами, даже если не физически мы доживаем. Небо и земля исчезнут, а слова мои не прозвучат напрасно. Ответ еще и на вопрос, когда все это будет, да? Я напомню, с этого вопроса начинается все это рассуждение. То есть вы не знаете, когда, но следите за собой, пусть ваши души не отягощаются пьянством, разгулом или житейскими заботами, а не то этот день вас застанет врасплох. Он, как ловчая сеть, захватит всех, кто только живет на поверхности земли. Ну, как птиц ловят, да, бросают какую-то большую сеть туда, где они сидят, и там все попали. Постоянно бодрствуйте в молитве, чтобы вам хватило сил преодолеть все, что должно произойти, и предстать пред сыном человеческим. Дни Иисус проводил в храме и наставлял народ, а ночевать уходил на гору, называемой Илеонской, и с утра пораньше весь народ собирался в храме, чтобы его послушать. Что, в Иерусалиме места не нашел? Странно, но такое ощущение, что с Иерусалимом у него сложные отношения. Вот он большую часть жизни провел в Галилее на севере, да, это такая область, ну, захолустная по меркам того времени. И здесь он живет в деревне, а не в Иерусалиме, рядом с Иерусалимом. Но вот его принимают как царя, а он, как бы, подчеркивает свою скромность и то, что он один из последних буквально. Ну, а следующая глава, это, конечно же, уже про события самые главные во всей евангельской истории, про Тайную Вечерю, арест и распятие, а потом про воскресенье. Продолжение следует...